Друзья, на этой неделе говорим о тим-драйвинге, о работе в тиме, то есть о работе с водителем-напарником, когда в траке едут два человека. С вами Валера и видеоблог сибирского парня из США. Начинаем новый трип, ездим вдвоем. В 4.30 утра я заступил, первым ехал мой напарник, находимся в Вирджинии, выехали из Пенсильвании. Начинается новая дальнобойная неделя. Буду рассказывать и показывать вам, как мне удается работать в тиме, потому что многие говорят, что это сложно, тяжело. Очень много слышу об этой теме отрицательных отзывов. Есть различные популярные блогеры, которые появляются у меня в рекомендованных видео. Слышал такие высказывания, что нет ничего хуже, чем ездить в тиме, что это ужасно, что это рабство, это самое худшее, что может с вами случиться. И хочу вам сделать свое резюме по этой теме, так как я уже почти полтора года проработал с напарником. До этого я ездил один, работал я в разных вариантах. Сейчас я езжу с напарником, поэтому хочу затронуть эту тему и рассказать вам свое мнение на этот счет. Во-первых, вас никогда никто не заставляет ничего делать, вы не находитесь в рабстве, поэтому если вы не хотите ездить с напарником, вы можете всегда найти себе вариант работы одному. И таких вариантов обычно гораздо больше, чем вариантов работать с кем-то, чем вариантов работать в тиме. То есть многие, кто еще новички, кто совсем неопытные, конечно, они хотят какое-то время поработать с напарником, чтобы научиться. Ну а дальше идут работать одни уже, самостоятельно. Поэтому ничего тут такого страшного нету. В принципе, всегда можно найти себе вариант работы, работы дальнобойной здесь в Америке очень много. Следующее, что я слышу, слышал такой рассказ о людях, которые, значит, муж с женой, когда они поехали в тиме, значит, как это было все ужасно и страшно. И эта ситуация происходит потому, что если жена за рулем, то муж переживает за жену, не спит, муж встает, помогает на разгрузках, на выгрузках, еще в каких-то ситуациях. И жена переживает за него, тоже встает. То есть такие варианты, конечно, не подходят, такое делать нельзя. Очень мало есть людей, которые могут ездить в тиме со своей супругой. Хотя у многих это получается. Опять же, в каждой профессии, у каждого человека ситуации разные, каждый ведет себя по-разному. Но я хочу вам сказать, что не нужно всегда слушать одни негативные отзывы и брать их за образец, за эталон. Везде есть хорошие люди, везде есть плохие люди. Среди любой национальности, среди любой профессии. Точно так же и в каждой работе есть плюсы и минусы. Я вам хочу сказать, что плюсов у работы в тиме достаточно много. Первый и жирный плюс работы в тиме, это отсутствие необходимости искать место для паркинга. И отсутствие необходимости парковаться задним ходом в сложных местах. Вам не нужно судорожно уже в ни в каком состоянии искать, где вам запарковаться. Вы прекрасно знаете, все тракстапы, рестерии все забиты. И теперь с изменениями, с ограничениями по локбукам, с введением электронных локбуков ELD, которые нельзя обманывать. Теперь проблем с паркингом будет еще больше. Вы работаете в тиме, вы поменялись, легли спать, напарник поехал. Все, вам не нужно искать, где запарковаться. Вам не нужно парковаться в неудобных тесных местах, которые остались свободны и так далее. Второй плюс, если вам нужна помощь, у вас всегда есть напарник. Если вам нужно где-то запарковаться, если вам нужно что-то починить по траку, то есть помощь. У вас всегда есть человек, который может вам помочь. Это определенно следующий плюс. Так, третий плюс. Многие люди говорят, что можно одичать, жить в кабине, привыкнуть быть одному. Все-таки, когда вы ездите с напарником, это все равно получается, что вы работаете уже в каком-то обществе. И поэтому вы не одичаете, вы не устанете от одиночества. То есть вы не один, два человека, получается уже коллектив. Так, четвертый плюс. Вам нужно меньше работать, ваши шифты становятся короче. У вас шифт, трак-драйвер может работать 14 часов за свою смену, да? В сутках 24 часа. Если два человека в траке, уже больше, чем по 12, работать не нужно. Конечно, есть у меня куча знакомых, которые работают, вот они работают в тиме, садятся и выезжают всю свою 14-часовую смену. Зачем это делать, непонятно. То есть люди не понимают, как организовать свой труд и за те же деньги можно работать меньше. С человеком все равно вы с ним знакомитесь, вы с ним общаетесь. Я уже работал с многими напарниками, со всеми мы подружились, мы общаемся, мы разговариваем, созваниваемся. То есть пятый плюс. Вы работаете в обществе, поэтому вы находите друзей. Пятый плюс это то, что вы находите друзей, вы развиваете свой кругозор, расширяете свой круг общения, может быть дружите с семьями, находите различные возможности сотрудничества. То есть не всегда, не на каждой работе в Америке жизнь очень напряженная, занятая, не везде вы найдете друзей. При работе в тиме вы найдете себе не только напарника, но возможно еще и друга. Нахожусь в Теннессе, проехать осталось мне всего полтора часа до конца смены. Вот я проехал, заступил в Вирджинии, проехал, нахожусь между Несвиллом и Мемфисом. До Мемфиса осталось там буквально 100 миль, может чуть меньше даже. Почему я всегда показываю 5 плюсов, 5 минусов? Потому что только в таком случае люди могут посмотреть и сделать свои выводы, какую-то адекватную ситуацию видеть. Потому что я знаю, что гораздо круче говорить о минусах, о проблемах, рассказывать о том, что все плохо. То есть если говорить о минусах Америки, минусах тракдрайвинга, минусах работы в тиме, то такие видео набирают гораздо больше просмотров, это уже проверено и доказано. Но я не хочу, так сказать, показывать только отрицательные стороны, я человек позитивный, поэтому я вам покажу и плюсы, и минусы работы в тиме. Все, первый рабочий день рейса подошел к концу, дотянул я до Арканзаса, от Вирджинии до Арканзаса. Мемфис проехал, ужинать и отдыхать. Ну еще, блин, 4 часа дня или вечера, и мне надо уже спать. То есть в этом трипе у нас так получилось, что чуть-чуть не очень удобно. Нет такого, что один едет день, другой едет ночь. Получается полночи, полдня. Потом мы это все отладим. На ужин котлетки с рисом, чай. Эти все сердечки, это кто-то сделал пожертвование. То есть каждый человек делал пожертвование, и вот столько сердечек, вы видите. Так, день второй, 5 утра. Надо просыпаться, приходить в себя, вставать и продолжать вам рассказывать и показывать что-то интересненькое. Весь день график. Уже второй рабочий день подходит к концу. Осталось проехать еще мне чуть меньше часа. Сегодня проезжал интересное место. Жалко, что еду на большом траке. Очень хотел бы туда завернуть, остановиться, посмотреть. Это в Арканзасе, дом, где жил Джонни Кэш. Джонни Кэш, если кто-то не знает, то это звезда американского кантри. И, к сожалению, он уже умер. Когда-то он начинал вместе во времена Элвиса Пресли. Но, как известно, Элвис Пресли своих песен не писал. Пел только чужие песни. А вот Джонни Кэш написал очень много своих песен, много альбомов, много знаменитых композиций. Очень мне он нравится, очень я его люблю послушать. Так что для меня такой певец настоящей Америки такой, это именно Джонни Кэш. Третий день рейса, зима. Проснулся, а тут уже зима, в Вискансинг, снег лежит. Ну, асфальт почищен. А так, везде снежок. Что-то похожее на зиму. Минус 5 градусов на улице. Чуть-чуть хоть вспомнил родной Омск. Конечно, Омск, если посмотреть по карте, то Омск по широте находится гораздо севернее, чем Вискансин и чем Миннесота. Так что город, где я прожил 30 лет своей жизни, гораздо севернее, чем самые северные штаты Амиры. Видите, какой Флайн Джей. Рубленый. Но это он снаружи, обшитка, будь то с рук. Прикольно на самом деле, очень интересно здесь. Красивое. Вискансин славится тем, что здесь очень много, очень большое производство сыра. Очень развито сельское хозяйство и очень развито производство сыра. Такие, помните, были штучки, когда я был школьником, было популярно у нас. До сих пор продаются. Обалдеть. У меня была такая с этим с Гуфи. Сейчас уже все другие, уже новые персонажи. Пес. База, вот внутри медведя. Красота. Небо чистое, чистейшее. Морозная погода. Снежок лежит. Мне кажется, достаточно хороший такой здоровый морозец. И погода эта неплохая. Конечно, для тех, кто привык жить во Флориде или в Южных Штатах, это ужасно. Но так как я из Сибири, для меня это вполне нормально. Но я на самом деле живу в Филадельфии. Поэтому у нас там снега, например, за эту зиму так и не выпало. Снег шел, но не лег. Вот видите, личное пространство. Вот это личное пространство, которое мы делим с напарником пополам. Вот это весь наш трак. Спим, естественно, мы по очереди на нижней полке, потому что во время движения спать на верхней полке нельзя. Можно только, когда трак стоит. Здесь я вам покажу сейчас микроволновочка маленькая. Ящичков достаточно хватает нам. Холодильник, кстати, в этом траке большой. Такой холодильник в траке иметь, да? А то меня люди спрашивают, как вы в траке питаетесь. Холодильник не маленький. Сверху морозилочка. Три полки, снизу еще полочка. Сбоку в двери вот видите, сколько всего. Так что на количество места не жалуемся. Здесь мне нравится во фритлайнере Каскеде. Мне нравится особенно вот эта лампочка. Очень удобно. Когда ложитесь спать, можно что-то почитать, посмотреть. Эта лампочка очень удобная. Вот так, друзья. Третий день рейса подошел к концу. Пора, как говорится, и баеньки. Четвертый день рейса. Последний. Уже вечером приедем домой. Последний день рейса. Находимся в Огайо. Едем в Мэриленд. Смотрите, везде тут снег был. Зима, холода. Это будет последнее видео из сезона зимнего дальнобоя. То есть особенности русского национального дальнобоя в США в зимний период. На этом будем в этом сезоне мы заканчивать. Потому что следующий мой трип будет уже весной. И я надеюсь, что уже буду показывать вам весенний дальнобой. Так что вот этот трип заканчиваем. Зимний сезон на этом заканчиваем. Конечно, может, холода еще будут. Но уже буду рассказывать про весенний дальнобой. Весенний дальнобой. Весенний дальнобой. У меня есть мой YouTube-канал. Я трек-драйвер. И это YouTube-канал для русского языка. Так что я из России. И я еду везде. И где-то я покупаю пост-карты. И я их отправлю к моим подписчикам. Например, для лучших комментов. Пенсильвания Торнпайк. Окман Плам Сервис Плаза. Родные места уже. Пойду возьму чайку и куплю открыток на подарки своим подписчикам. Так, друзья, и что же из этого взять вам на подарки? За лучшие комментарии, а? Даже не знаю. Возьмем вот это с основной символикой Пенсильвании. Больше не вижу. Пять минусов работы в Тиме. Работы с напарником. Первый минус. Это то, что вам приходится делить свое личное рабочее пространство с другим человеком. То есть все ваше пространство делится пополам. С кем-то нужно вместе жить, существовать, работать. Второй минус. Вам всегда приходится спать в движущемся траке. Практически всегда. Бывают редкие исключения, когда вы ожидаете груза, когда есть какое-то время простое. Но в основном всегда вы работаете вместе. Один человек едет, другой спит. И вы спите в движущемся траке. Третий минус. Это то, что вы не можете громко слушать музыку. Потому что ваш напарник спит в то время, как вы ведете машину. Громко слушать музыку вы не можете. Так, четвертый минус. Это то, что когда ваш рабочий день закончен, вы не можете спланировать себе поход в жим. Спокойно пойти помыться, поесть, заняться чем угодно. Там физкультура или чем-то еще. Потому что, когда вы меняетесь, то вам нужно ехать дальше. Если вы закончили свою рабочую смену, то дальше садится ехать напарник. У вас есть, например, полчасика передохнуть. И все. И вы должны ложиться спать. Спать в движущемся траке. Так что вот четвертый минус. Вы не можете спланировать свое рабочее время так, чтобы после работы вы занимались спокойно любыми своими делами. И пятый минус. Это то? А! И пятый и последний минус. Это то, что вы становитесь несамостоятельным. Все-таки всегда у вас есть напарник. Всегда есть тот, кто может помочь. И со временем вы становитесь несамостоятельным. Иду на почту отправлять открытки лучшим комментаторам, которые оставляли комментарии под видео про налоги в США. Денису, Алексу и Толику. Все. Открытки Толику, Алексу и Денису улетели. Друзья мои, ожидайте. Я думаю, не будем останавливаться на достигнутом. И снова давайте мы рандомно выберем комментарий. И победителю подарим открыточку. Все, друзья, я дома. Приехал из рейса, буду отдыхать. Поработал хорошо. Налоги заплачены. Время отдохнуть. Смотрите в следующей серии отдых дальнобойщика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова